Всем привет! Сегодня мы продолжаем снимать видео из раздела дорого-дешево. Сегодня мы купили русские продукты в русском магазине, так как мы находимся в Испании. И хотим их протестировать. Хотим узнать, действительно стоит ли переплачивать. И сегодня конкретно мы взяли сладкие кукурузные палочки, помидоры, сметану, творог и зефир. С чего начнем? Со сладкого или с солененького? С солененького, давай. С помидоров. Я хочу помидоры. Ты хочешь помидоры? Давай. Ну давай, попробуем помидоры. Угадывать будем, дорого или дешево, закрытыми глазами. И сегодня, наверное, еще обозначим состав. Потому что в комментариях часто пишут, почему вы не говорите, из чего состоит. Поэтому, я думаю, можно будет сегодня изучить состав продуктов. Хорошо. Здесь у нас помидоры марки Monolith. И они по-кавказски. Это дорогие. Да, они стоят сколько? 2,80. Мои помидоры стоят евро 85. И это моя семья. То есть разница на целый евро. Баночки одинаковые. Сразу давай посмотрим состав. Помидоры подешевле. Состоят из помидоров. Ну, логично. Острый перец, соль, укроп, сельдерей, сахар, уксус, асидоситрико. Это кислота. Лимонная кислота. Но, в любом случае, я думаю, что они сделаны из одинаковых продуктов. Поэтому начнем тестировать. Давай сделаем следующим образом. Ты берешь тарелочку, берешь помидорку в руку и сама пробуешь. Вкусные помидоры? Угу. Вкусные и он очень острый тоже. Уж прям... Ну, вкусный-вкусный, но очень острый. Да. Закрываю глаза. Да, закрываю. Второй помидор, он тоже вкусный. Единственное, что он немного кисловатый и не такой острый. И привкус у него не такой вкусный. Так что мне первый намного больше понравился. Я бы первый купила. Ну, я думаю, что тот, который повкуснее, первый, это дорогой. А тот, который второй, не такой вкусный, это подешевле. Угу. Первый я тебе положила. Моя семья. Ммм. Это помидоры, которые подешевле. А второй я тебе положила. Помидоры по-кавказски. А, то есть я не угадала. Значит, в твоем случае стоит сказать о том, что консервированные помидоры... Немного вкуснее моей семьи. Моя семья, и это дешевле за целый евро за баночку. Это существенная разница. И вкус действительно очень меняется. Прям вот эти вот очень вкусно, как мама когда готовила. Только немного острое, единственное. Так очень вкусно. Я думаю, мне, наверное, будет легче угадывать. Так, как я сказала насчет остроты. Да, я думаю, будет легче. Но в любом случае, мне интересно тоже попробовать на свой вкус, как это будет выглядеть. Хорошо. Давай, открывай глаза. Я не подлядываю. Можно глаз вашу, да, открывать? Да, открывай. Какой вкусный помидор. Реально вкусно. И как я люблю, мы просто свою очень любим острую пищу. Поэтому на мой вкус это идеальные помидоры. Глаза закрывай. Такое ощущение, как будто помидоры перестерилизовали. Если даже смотреть по цвету, эти более темные, эти более красные. Как будто их переварили. Не такой, да, приятный на вкус? Вообще неприятный. Для нас этот эксперимент очень интересен тем, что мало того, что мы для вас видео снимаем, мы для себя узнаем очень много нового, какие продукты стоит покупать, а какие все-таки не стоит покупать. Это по-кавказски, да? Помидоры по-кавказски я бы не купила. Невкусно. Нет, но моя семья, кстати, очень крутая. Ну, соответственно, я уже поняла, что острые это дешевые помидоры, так как Надя уже сказала. А вторые помидоры подороже и невкусные. Следующее, что будем тестировать? Творог или сметану? Давай творог. У меня дорогой творог, он стоит 10 евро за килограмм. Мой творог стоит 5 евро за килограмм, то есть в два раза дешевле, чем твой. Да, 5,63, ну, практически в два раза. Единственное, что здесь тоже опять все написано на немецком, на русском вообще ничего нет. И на греческом еще есть. Написано, что сделано из обезжиренного молока. У меня написано, изготовлен из обезжиренного молока с использованием закваски, мизофильных молочных микроорганизмов. И все. Значит, по составу одинаково, открываем. Так, давай, теперь ты будешь первой пробовать. Я буду первой, давай. Давай, закрывай. Ох, наверное, будет сложно вычислить, где какой творог. Давай, закрывай. И ты сама будешь пробовать и говорить, где какой. Все, давай, пробуй. Так, это первый вариант, это второй. Да. Мы недавно были в России, и дома творог такой вкусный продают на рынке домашний. Пальчики облеешь. А что, это не такой вкусный? Нет, магазинный творог, он... Я здесь, в Испании, скучаю за нашим российским творогом. Есть разница, я даже не знаю, где какой, дорогой, где дешевый. Почему? Потому что один очень сильно привкус имеет коровы. Я такое молоко не пью, мне не нравится. И когда в молочных продуктах этот привкус присутствует... Так, вывод такой. Оба творога мне не понравились. Один еще с привкусом коровы, с запахом. Наверное, без привкуса это дорогой творог, а с привкусом коровы это дешевый творог. Нет. Наоборот. Это дорогой творог, еще и коровой пахнет. Да, именно. Ужас. Ну, вообще, творог... Что-то мне не очень вообще понравился. Я, дело в том, что никогда его так не тестировала без сметаны. То есть, всегда это был сахарок, либо мед, сметанка. А так тебе не очень. А так вот сухую творог, что-то он на меня вообще впечатление не произвел. Да, давай я тебе попробую. Давай, теперь ты попробуешь. Все, можно глаза открывать? Да, можно открывать. Действительно, какой привкус. Такой очень неприятный. Просто, если в России я еще могу когда-то скушать творог, но так тоже так очень редко, то здесь вообще, то есть, я бы такое не ела. И тот, который слева, он вообще никакой. То есть, мне не понравился. Справа еще можно есть. Справа дешевый творог, а слева дорогой, да? Ну, вообще невкусный. Мне не понравился совершенно. 10 евро за килограмм рыбку с коровы. Нужно просто еще купить другие сорта творога и их продегустировать. Возможно, мы найдем здесь вот именно реально вкусный. Так, ну что, следующая сметана. Давай, ты будешь первая. Сметана у нас, к сожалению, не совсем одинаковая. 21% и 25%. Но я думаю, 4% жирности, ну, не столь сильно будет отличать ее. Состав сливки, сухое обезжиренное молоко, модифицированный крахмал, говяжий желатин, желатин, стабилизаторы, гуаровая камедь, закваска молочно-кислых микроорганизмов, желатин, сметаня, еще и крахмал у тебя в сметане для густоты, как загуститель. У тебя ромашка, которая стоит 5 евро за килограмм. У меня сметана, зорька моя, 3 евро 40 центов за килограмм. НАТО АСИДА 21% ДЕГРАССА, то есть кислые жирные сливки 21%. Да, в общем, давай попробовать. Можно здесь ничего не написать. В разведителе, конечно, ухо нравится ничего не сообщать. А давай вот по цвету посмотрим, как они сильно отличаются. Слева сметана, которая подороже, она более желтая, а справа она более такая светлая. Да, белого цвета. Ну, такая, нормально, не знаю. Ну, хорошо. Ты же первая, да, будешь пробовать? Да. Я затряю глаза. Так, я немного перемешаю сметану. У нас сметану очень сильно любит Вася. Он ест греческий йогурт и сметанку. Кстати, можно будет на нем тоже эксперимент поставить. Давай, открывай. Вкусно. Вкусно? Угу. Понравилось. Приятная сметана. Давай. У этого есть немного какой-то привкус. Не очень приятная, если честно. Коровой пахнет опять? Нет, не коровой. Просто какой-то такой привкус к концу. Так что мне больше понравилась первая. Я думаю, что первая это дорогая сметана, а вторая сметана это дешевая. Нет. Как раз таки получилось, что дорогая сметана, но, кстати, и по консистенции выглядит, как не сметана, как какой-то крем. Вот эти загустители крахмала и желатина, наверное, играют свою роль. Кстати, я бы такую сметану вообще покупать не стала. Я даже ее еще пока не пробовала, но, судя даже по твоим вкусовым ощущениям, тебе эта сметана не понравилась. Тебе понравилась обычная сметанка, которая выглядит именно как сметана. И по консистенции, и на вид, и по цвету. Да, она такая должна быть. Она должна быть глянцевая, и по консистенции похожа на сметану. Так, ну, давай, я попробую. Я думаю, что я сразу отличу. Давай. Открывай. Давай другую. Первая сметана. На сметану вообще не похожа по вкусу. Вторая ярко выраженная сметанный вкус. Значит, получается, что моя зорька дешевая сметана. Она оказалась вкусной. Вот эта вкусная и дешевая. А вот эта непонятная какая и не такая приятная на вкус. Но вот ромашку бы я вообще покупать не стала. Вердикт. Эту сметану не покупаем больше. Покупаем эту сметану. Потому что у этой приятный вкус, а у той что-то вообще непонятно. Вообще, эта сметана на сметану похожа. И, кстати, если верить упаковке, то здесь написано, что ничего лишнего нет. Метану не покупает жирные сливки 21%. Скисшие, да? То есть, асида, кислые. Ну да. Кислые сливки. И все. И все. То есть, это более натуральный продукт. Так, а теперь давай к вкусненькому, к сладенькому. Зефир или палочки? Давай палочки. Здесь написано, что они состоят из кукурузы, сахар, есть немного масла, и все. Так, мои палочки состоят тоже из кукурузной муки, сахар, сухое молоко, соль и лимонная кислота. Мои палочки Буратино стоят 7 евро за килограмм, а мои 8-12. То есть, они на целый еврик с 12 центами дороже стоят. Открываю глаза. Открывай. Да? Угу. Такие нехрустящие эти, да? Ого. Вот последние, послевкусие вкусное. И они, единственное, что они очень сильно отличаются, что они такие прям жесткие, хрустящие. Если бы я покупала, я бы покупала вот эти палочки. Буратино подешевле, которые. А ну, сама я их попробую. Ну. А вот ты его прожуй. Да, они жесткие. Они слишком жесткие. Слишком жесткие, но они вкусные, когда ты прожевываешь. У них вкус. Ну да, ничего так. Единственное, что мне совсем не нравятся жесткие предметы, поэтому мне они не понравились. Я покупала вот эти помягче. А я бы купила, которые мы дома покупали в России. Ну да, эти вообще были очень вкусные. Там такие вкусные были палочки, что-то эти мне никак. Ну, здесь просто палочки не едят, поэтому. Вот. Ну, в общем, мы опять не угадали. Я думаю, что с палочками нам нужно просто еще поискать других производителей. Возможно, какие-то палочки окажутся вкуснее. Ну, потому что это не совсем нормально, что палочки такие аж прям жесткие, что их, когда ешь, они так хруст сильный. По крайней мере, мне это не нравится. Я когда ем палочки, я ожидаю более мягкого какого-то консистенции. Но обжорка по вкусу как-то не очень. Ну да. Да? И сахара мало. В общем, какие-то не очень. Палочки. Палочки нам, скажем так, не очень понравились. Да. У нас напоследок остался зефир. Открываем упаковки. 5,90 за килограмм, другой 3,57 за килограмм. Нева. Нева. Этот дешевый. А мой в коробке подороже. Как подороже? Почти в два раза дороже этот зефир. Возможно, здесь ты платишь еще за упаковку. Ну да. Но на вид, кстати, я бы не сказала, что они особо отличаются. Посмотри. Этот даже дешевый, он приятнее выглядит. Да, он более белоснежный, а этот более с какими-то вкраплениями. Но здесь вот прямо укладчица есть. Давай состав посмотрим. Давай, да. Состав посмотрим. Дешевый зефир состоит из сахара, шлюкоза, яблочное пюре, вода, белок, очень какие-то странные добавки Е270, Е325 и консерванты. У меня здесь получается сахарный песок, пюре яблочное желирующее, патока крахмальная, сахарная пудра, белок яичный сухой, агар пищевой. То есть, в принципе, это все натуральные продукты. Регулятор кислотности, кислота молочная, пищевая. Кстати, вот, кислота молочная, пищевая Е270, стабилизатор пектин и ароматизатор ванилин. Итак, давай я буду первый пробовать. Первый вариант. Как ты думаешь, какой это зефир? Это анива, ну, тот, который я открыла. Да? А почему ты так решила? Мне показалось, он снаружи такой, какой я думала. А это второй. По вкусу они отличаются? Да. Второй, есть немного неприятный привкус. И первый мягче. Поэтому я думаю, что первый это дешевый, второй это вот этот вот дорогой. Но какой бы ты купила, первый или второй? Я бы купила первый. Он свежий, да? он более такой приятный на вкус и он более мягкая у него консистенция, текстура. А у второго он прям жесткий совсем. Но я когда начала резать, я сразу поняла, что отличие будет очень существенное, потому что этот зефир на самом деле твердый. сам попробую. То есть он не свежий. А этот зефир реально свежий, мягкий. Такой, какой должен быть зефир. Странный зефир, я бы сказала. Может быть он просроченный? Нет, он не просроченный, в том-то и дело. Но он очень странный на вкус. Да, мне больше понравился дешевый. В общем, у меня такое ощущение, что все продукты, что мы сегодня просто купили, дорогие не очень вкусные, а вот именно которые подешевле, они повкуснее. У нас что, на самом деле так получилось? Да. То есть действительно все. Первые у нас были помидоры, победитель дешевый продукт, да? Потом творог нам дорогой не понравился. Сметана, та же самая история. Палочки, та же самая история. Вообще все продукты намного дешевле и вкуснее покупать те, которые меньше стоят. Да, и я бы не сказала, что состав-то хуже у продуктов, которые дешевле. Просто нужно знать, что покупать. Но я думаю, что мы на этом не остановимся. Будем еще тестировать другие продукты и найдем своих фаворитов, которые реально нам понравились. Я бы сказала, вот из сегодняшнего видео мне очень понравились помидоры. Да, кстати. Вот реально помидоры просто были очень вкусные. Второе место заняла сметана. Третье зефир, наверное. Зефир, палочки, наверное, третье место. И творог, творог четвертое. Я бы всего только купила помидоры. И все. Вот такое вот видео у нас получилось. Надеемся, что вам такой мини-тест был полезен, чтобы если, например, вы живете за границей и пойдете в магазин русский что-то покупать, чтобы вы знали примерно, что хорошо, а что не так хорошо. Да, что вкусно, что не очень. По крайней мере, на наш вкус оказалось. А мы с вами прощаемся. Ставьте лайк, если вам видео понравилось. Всем пока! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok